а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть в ферму не у нас утро следующего дня и давайте посмотрим что у нас происходит в прошлой серии мы собрали урожай пшеницы овса и ячменя как видите ячменя у нас 539 кубов лежит моего никуда не отправляли также у нас овса 104 куба осталось и 140 кубов ушло на мельницу и пшеницы 140 кубов ушло на мельницу и еще осталось связи с этим так как овса мало у нас получилось я засеял все поля овсов у нас на трех полях растет овес правда он еще не созрел в общем-то когда созреет я его соберу пусть пускай будет что потом засеивать я честно говоря пока что без понятия но что-нибудь будет также друзья в прошлой серии мы с вами запустили стройку медного завода точнее мы купили территорию я отвез стройматериалы и в общем-то он уже строится на 20 процентов строительства всего завершено но построиться он вроде как быстро нет не быстро через 20 часов в общем то в следующей серии он уже будет и мы его с вами наверно запустим в следующей серии единственное но если мы посмотрим на ресурсы которые требуются для этого завода то в принципе у нас много чего есть если вот так вот смотреть но у нас нет друзья золото здесь еще требуется золото для производства коннекторов поэтому нам надо поставить золото промывающую хреновину чтобы это самое золото у нас производилось чем мы сегодня и займемся также друзья мы с вами купили и запустили мельницу сейчас мы посмотрим как у нас там дела тут у нас в принципе все работает как бы это так стать чтоб видно было блин да гребаные трубы во вроде вот так вот видно примерно по 40 кубов у нас зерна израсходовалась дизель израсходовалась немного поддонов довольно много ну и на выходе у нас соответственно мука 30 кубов где-то за полдня так что все нормально завод пыхтит с ним все хорошо это мука друзья у нас с вами пойдет потом на соседнее производство которое находится довольно таки близко heartland bread heartland хлеб его увы надо строить что нам надо здесь для постройки планки цемент трубы доски арматура гипсокартон дсп гвозди брусчатка в общем то это все у нас есть и вообще этот завод надо наверное купить сколько ты стоишь расскажи мне пожалуйста полтора миллиона пойдет у нас есть столько денег я правда с этими всеми покупками скорее всего очень нескоро куплю новое поле но ладно так давайте посмотрим поточнее что нам здесь надо 100 кубов цемента 200 кубов вы чё досок 200 кубов охренеть знаете наверное мы к следующему разу это все не построим потому что ресурсов столько у нас может не быть я их друзья отвезу за кадром вы уже сто раз видели как я вожу ресурсы поэтому сделаем это чуть попозже но это все дело я запущу ну и заводы если где-то что-то не хватает я тоже потом запущу потому что вся лесодобывающая лесообрабатывающая промышленность у нас стоит она нам сейчас не сильно надо при но я не ожидал что так много досок надо будет вот у меня опять веселье будет за кадром еще друзья я сегодня знаете чё подумал об одном хорошем доходе в принципе только не быстро но хорошим это друзья лошадки мы их раньше не ставили потому что нашим лошадкам для корма нужна меласса а у нас ее не было и взять ее было негде но вот поставили сахарный завод где как побочный продукт это самое меласса то производится я честно говоря даже не гуглил и без понятия что это такое но в общем то суть в том что у нас то хреновина появилась и теперь мы спокойно можем поставить закон для лошадей и выращивать лошадок и давайте наверное с этого мы сегодня начнем я думаю что вот это вот полянка будет отличным местом просто для того чтобы здесь поставить эти самые загоны и если ставить вот так они сюда отлично влазит это же большое это большой их сюда влезет тогда целых боли по так вот неудобно конечно хочется одновременно в рядах поставить ровненько а это вообще наша территория кстати это друзья наша территория и здесь еще полянка с дальше так Так, надо вот сюда встать. Да, это наша территория, так что все хорошо. Значит, мы поставим его сюда. По-моему, это отличное место. Во. Здесь влезет по одному. А если мы повернем это вот так вот, то можно, в принципе, 4 штуки здесь в сандалии. Давайте так и сделаем. Раз, два, три и четыре. Вот так вот. Вроде бы даже они ровно стоят. Пойдет. Так, и пока мы здесь... Ух ты, у нас тут заканчивается моносмеси. Надо привезти, да? Ладно, с коровами потом разберемся. Пока мы сюда не запустим лошадок, у нас, видимо, ничего не будет. Лошадь бурая, без картинки. Так, их здесь 8 штук. Я во всех своих прохождениях всегда по 2 разных запихивал. По 16 штук можно в коровник запихивать. Так что давайте так и сделаем. Бздынь, и все. Готово. Теперь у нас есть... Черт, а они тут вот так вот, да? Большой выгон для лошадей. Значится, друзья, как... Если кто не знает, как работает выгон для лошадей. Мы сюда им привозим еду. Вода солома еще им нужна. Но, может быть, мод, который у меня стоит на очистку и пополнение животных, вот этих всех, может быть, он самым сюда закинет воду солом. Посмотрим. Вот, соответственно, лошади со временем дрессируются и растут в цене. Мы какое-то время их просто кормим, и потом они будут стоить не по 5 тысяч за штуку, а по 50 тысяч за штуку. Мы их, соответственно, по 50 продаем и берем опять недрессированных. У нас их тут дохренища. 4 загона, это довольно много. Так что все у нас будет здесь хорошо. И еще, кстати, есть момент, что с лошадками нужно играть. Точнее, их нужно выгуливать. И с каждой лошадкой нужно по 2 минуты в сутки. По 2 минуты в сутки на каждой лошадке нужно кататься. Если честно, даже не помню, как это делается. Но не важно, друзья, этим никто не занимается, абсолютно никто. Ладно, не абсолютно никто, но я очень сомневаюсь, что таких людей много, кто на лошадках реально катается, чтобы их выращивать. Поэтому, поэтому, опять-таки, в глобале есть специальная штука, нанять помощника. И он будет кататься на наших лошадках. Есть еще и отдельно мод такой, если у вас карта без глобала. Например, на Золотом Колосе можно использовать отдельный мод на автовыгул. А вот, поэтому наша задача сейчас привезти им еду. Сколько туда еды влазит, я без понятия. В общем-то, давайте начнем кататься тогда и смотреть. Начнем с овса. Овса, по-моему, надо больше всего. А, но предварительно давайте отправим вот этот грузовичок на сахарный завод. Потому что на сахарном заводе у нас находится наша миласса. А ему туда 15 минут почти ехать. Хотя он доедет быстрее, это точно. Ладно, погнали, давайте, погнали, давайте овес. Да, я надеюсь, что овса им надо там не сильно много, потому что у нас его не сильно много. Эти 104 куба надо распределить на 4 загона. По 26 кубов каждый максимум можем выгрузить. Насколько я понимаю, еда у них будет здесь. Или здесь будет вода. Здесь, видимо, будет вода. А вот здесь будет еда. А по 26 кубов выгружаем. Ну, примерно 26 получилось. И это где-то чуть больше, чем треть. Не очень хорошие новости. Видимо, овес нам придется выращивать еще. Ладно, выгружаем еще 26. В другой. Готово. В третий то же самое. И остаток у нас идет в последний. Бздынь. Готово. С этим, друзья, разобрались. Также им надо сено. Сено у нас много, поэтому с сеном будет все хорошо. Я думаю, что сено здесь нужно даже больше. Эффективность 50%. Мне кажется, его будет влазить больше. Поэтому мы грузовичок побольше возьмем для сена. А давайте, друзья, сейчас привезем им ячмень или кукурузу. Кукуруза у нас на базе 244 куба. А ячменя 539. Плюс ко всему тому, кукуруза у нас используется все-таки для производства топлива, хотя оно и стоит. Но, в общем, ее лучше не трогать. Поэтому загружаем ячмень. Он нам больше нигде вообще не нужен будет. Но ячменя, мне кажется, там надо совсем немного. Ячменя по 64 куба влазит. Значит, высыпаем по 64 куба. Может быть, кстати, и овса по 64 куба-то влазит. У нас просто столько нету. Скорее всего, да. Потому что, смотрите, как близко идут эти ползунки. У нас как раз грузовичок для Меласа прибыл. Сейчас пойдем туда, посмотрим, что там к чему. Да, еще немножко останется в кузове. Но это не проблема. Отправим на базу. Вполне вероятно, что и сено, кстати, тоже по 64 куба будет. Емкость кормушки. Не знаю, как это работает. Ладно. Давай, друг, едь, разгружайся и паркуйся. А мы перемещаемся на сахарный завод. И здесь у нас где-то должна быть загрузка Меласа. Вообще, она в жидком виде идет, поэтому... Да, сахара, кстати, тоже уже много. Я не могу найти. Где-то должна стоять бочка для этого. Ну, мне так кажется. Хотя, вот здесь у счетчика стоит этот. Ладно, давайте попробуем сюда подъехать. Меласу можно создавать на поддонах. Но я точно знаю, что ее можно возить в жидком виде. Потому что вот она есть в этом грузовике. А вот, кстати, эти поддоны стоят. Но они не заполняются здесь. Видимо, нельзя возить это все дело. Точнее, возить можно, забирать с завода нельзя. Ладно, мы сделаем еще одну попытку создать три поддона. И загрузить это с поддонов. О, наполнить прицеп. Оно с поддонов загружается. Отлично. Поддоны по 480 литров. Это, видимо, надолго. Ребята, чтобы узнать, насколько долго это было, отмотайте видос там на 5-10 секунд назад. Посмотрите, сколько времени было тогда. Вот без перерыва. У меня такое чувство, что это минут 10 минимум заняло. Короче, загружаться таким способом, это крайне геморройное занятие. Возите, наверное, лучше поддоны. Как бы странно это ни звучало. Фермерский рынок, продажа соломы, разгрузка корнеплодов. Интересно, это мои точки или нет? Нет, рынок тюки, это мои точки. Блин, я запутался, ну ладно. Едь на склад сена. Там заберем потом тебя откуда-нибудь. Смелаться, в общем-то, друзья, все понятно. Осталось еще сено привезти. Давайте возьмем, давайте возьмем вот этот грузовик. На всякий случай просто. Его заполним полностью. Если там опять-таки по 64 куба будет, ну высыпем обратно, не проблема. Сена у нас как раз много, так что все нормально. Да, друзья, сена здесь тоже 64 куба максимум можно выгрузить в одну кормушку. Ну и ладно. Выгружаем, значит, остальные. А остаток тогда просто отправляем на базу выгрузиться, да и все. Давай, есть, разгружайся. А с сеном все. Получается, надо еще закинуть миласу. И вода солома у нас не появляется пока что сама. Давайте тогда загрузим, че уж. Солома-то у нас есть, не проблема. Жалко, что не показывает вот сколько всего туда надо соломы, чтобы можно было взять и перевезти сколько надо. Там, кстати, миласа уже приехала, по-моему. Судя по карте, че разберемся. Солома, насколько я понимаю, должна выгружаться вот сюда. Да. Выгружаем. А, ее нужно вообще мало. Черт, а нахрена я сюда столько приторобанил? Ну ладно. Короче, можно было обойтись даже 50-кубовым трактором. Ну ладно уже. Давай, друг, есть, разгружайся. Куда мы отправляли нашего вот этого миласного чела? Вот сюда, да? Да. Погнали выгружать миласу. У нас здесь 31 куб. В принципе, где-то по 8 кубов можно разгрузить на один загон. Если туда тоже по 64 вылазит, и если они ее много будут жрать, то это будет проблемой. Хотя, в принципе, миласа производится быстро. Так, по 8 кубов это 24 надо оставить. Ну как-то вот так вот. Очень быстро разгружается, тяжело попасть в нужную цифру. Тут вообще много высыпали лишнего, но ладно. Сейчас посмотрим, что к чему. Да, ее сюда тоже 64 куба влазит. А с другой стороны посмотрим, как быстро она будет расходоваться. Ну и придется ее, конечно, сюда подвозить. И, друзья, нужна еще вода. Погнали наберем воды. Хрен знает, сколько ее надо, но у нас есть здесь озеро. Прямо рядом. И 100 кубовый прицепчик. Поэтому сейчас все быстро сделаем. Не знаю, сколько нужно туда воды, но мы выгрузим по 25 кубов, если туда больше влазит. Не вижу смысла сейчас 500 прицепов ввозить и забивать это все до отказа. А по 8 кубов всего влазит. Понятно. Ладно. Как оказалось, всего ничего. Все, друг. Стой здесь, ты нам еще понадобишься, насколько я понимаю. С лошадками, друзья, мы разобрались. Все у них хорошо. Значит, со временем они будут прокачиваться. И потом мы их продадим и заработаем кучу денежков. Далее, друзья, что я еще сегодня планировал поставить, это золото промывающее хреновину для добычи золота. Вот такая вот золото промывающая установка есть. Места она, конечно, занимает, падла, немало. Если мы ее поставим сюда, насколько здесь она будет ущербно смотреться, а? Или давайте ее на эту полянку поставим, а? Во, здесь же нормально, правильно? Как по мне, она вот так вот будет вполне себе хорошо смотреться. Только, наверное, даже в обратную сторону мы это поставим. Спиной к топливному заводу. Вот так вот. Бздынь. И готово. А штука эта работает, разумеется, медленно. Сюда мы привозим воду для промывки. И промывать мы будем песок, ил или гравий. У нас, в принципе, дохрена песка, поэтому промывать будем песок. Или гравий. Неважно. Чего больше, то и будем промывать. Также тут есть такая штука, как оборотная вода. То есть, после промывки мы воду отсюда забираем, ее будет меньше, чем. Мы ее залили, какие-то потери будут, но можно ее использовать будет повторно. На выходе еще будет галька. Куда ее потом девать, хрен его знает, посмотрим. Вообще, наверное, нам надо, друзья, еще сделать здесь красоту. Как вы думаете? Какой-то хотя бы более-менее адекватный подъезд. Да, я думаю, вот это то, что нам надо. Вот такой вот выход, я думаю, будет вполне себе норм. За пределы, если можно так выразиться. Блин, трава там некрасиво стала. Ладно, это мы подрихтуем маленькой вот такой штучкой. Ну что, вроде как аккуратно получилось, да? Нормально. Меня устраивает. Раз уж мы, кстати, начали тут терраформингом заниматься, давайте мы сделаем еще дорожки подъездные к нашим лошадкам. В частности, вот тут просто так эта земля выделяется, мне не нравится. Вот, это вот такая земля. И здесь мы сделаем, наверное, круглое вот это вот все. Так вот это все соединим. Может, так следовало как-то поближе друг к другу поставить, что ли. Ну, короче, вот такая вот какафония у меня получилась. Не знаю, насколько это красиво и правильно, но получилось вот так. Меня устраивает, да. А с этим, друзья, понятно. Давайте разберемся еще с золотопромывающей нашей штукой. Запустим ее. А вот она у нас вот здесь стоит. Фиг его знает, сколько сюда чего влазит. А, все, не фиг его знает. 500 кубов воды и 500 кубов сырья. Гравий, песок, ил. А вот, по-моему, песка у нас, кстати, мало. Да, песка, друзья, у нас мало, а вот гравия прилично, хватает. Давайте тогда гравия засыпем. Давай, гравий пошел. Загружайся, а мы пока воду отвезем. 68 кубов у нас тут загружено. Для начала этого хватит. Потом, может быть, друзья, за кадром я это все дело привезу сюда. Вода. Выгружаем. Привезу и забью полностью. А пока что вот так. Ну и ты сегодня все поработал. Я и давай паркуйся. Не знаю, друзья, имеет ли смысл проводить сюда автодрайв с учетом того, что здесь довольно близко все. А посмотрим потом, как часто надо будет этим заниматься. Как часто надо будет пополнять песок, гравий и вот это вот все. Может быть, провезем. А может и не будем. Тем более, тут еще разгрузка задним входом. Я это не очень люблю. Может и сделаем потом. Как знать. Давай, друг, выгружайся. И у нас тут пошла наша промывка. Гравия, да. О, кстати, по-моему, поля наши созрели, да? Часть полей. Да. Одно поле созрело полностью, одно вот не полностью и одно не созрело. Отлично. Сейчас можно будет тогда и уборку запустить. 20 кубов, разумеется, осталось. Давай, друг, едь, выгружай их и паркуйся. Как-то так. А на этом, друзья, мы эту серию закончим. За кадром, опять-таки, забота о полях, забота обо всех других производствах и запущу стройку этого заводика нового, который вам поставили. Пекарни. Вот. Плюс к следующему разу у нас, друзья, построится уже завод электроники, так что посмотрим, что к чему. Может быть, его запустим. Ну и что-нибудь еще будем делать. На этом, друзья, у меня все. На канал подписывайтесь, если еще не подписаны. Лайкусики не забывайте. Спонсорам на Boosty огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки.